Этот год в США и еще и год 150-летней годовщины празднования окончания битвы под Геттисбергом. Битва была долгой, происходила во время войны между южными и северными штатами. Южане восстали против отмены рабства, война унесла много жизни, стала мифом в национальном сознании американцев, вошла на правах легенды в список событий и новой истории, и послужила сюжетом для многих книг, в том числе и самой знаменитой, унесенной ветром Маргарет Митчелл. Но не для всех Геттисбергская битва – часть фабулы литературного произведения. Для меня, говорит Уильям Коэ, чьи родственники пали под Геттисбергом, это часть истории не только моей страны, но и истории моей семьи. Но даже самые жестокие войны и самые долгие битвы заканчиваются. Сегодня речь, произнесенная Линкольном на кладбище, где покойлись те, кто сражались с обеих сторон, вошла в учебники истории. Она краткая – 270 слов, но в ней, как отмечают исследователи, заложены принципы того устройства мира, за который сражались северяне. Она много раз цитировалась, в том числе и в ленте, которую представил зрителям автор Сальвадор Литвак. Сегодня подсчитано, что Геттисбергская битва стала наиболее кровавой из тех, что случались на североамериканском континенте. В ней погибли или были тяжело ранены более 50 тысяч солдат и офицеров. Никто не знает, кстати говоря, как дальше развивались бы события, если бы битва была выиграна не северянами, а южанами. Но история пока не знает сослагательного наклонения. В чем сегодня для американской нации заключаются уроки Геттисбергской речи? Есть несколько уровней рассуждения. Стоимость – это первое, что приходит на ум. Стоимость жизни, цена демократии. Во что обходятся поиски компромисса и имеет ли смысл его искать? Это по-прежнему актуально для Америки. Личность 16-го президента США Авраама Линкольна не уходит с радара историков и кинематографистов. Самый последний по времени пример. Фильм поставленный Стивеном Спилбергом. Главную роль в нем сыграл Дэниел Дэйль Юис, получивший за свою работу третьего «Оскара». Менее чем через два года после произнесения знаменитой речи Линкольн был убит. Но не только фильмы и книги привлекают интерес к Геттисбергской битве. Работу ведут архивисты-историки, в частности, в библиотеке Конгресса США, где сосредоточен наибольший массив документов, относящийся к этому периоду американской истории. Тут выставлен на обозрение манускрипт знаменитой речи впервые за последние несколько лет. Для меня Линкольн был и остается выдающейся фигурой, если оценивать его значение в тот момент для США и для американской истории. Он смог убедить многих в своей правоте, заплатив за свои убеждения жизнью. В речи в Геттисберге Линкольн несколько раз цитировал Декларацию независимости США, ставшую Конституцией страны. Баталия при Геттисберге оказалась далеко не последней в истории США. И хотя прошло полтора века, эта битва остается символом, который помог новому рождению нации. В дни, когда Америка заканчивает афганскую военную кампанию, страна знает, что эти раны придется лечить очень долго. Продолжение следует...